Добрый день, друзья! Сегодня мы рассмотрим такую морскую профессию, как судовой повар. Что я хочу сказать от себя? Это очень неблагодарная профессия, потому что за все время моей работы в море, а именно где-то 90%, всегда все ругали повара. Ну, честно, при нас это и было за что. Я знаю только двоих людей. Это Витя, с которым мы еще переписываемся, и где я снимал 136 серий, Серега. Ну, это вы можете посмотреть в сериале. Там он готовил, просто душа радовалась. Просто хотелось жить и работать. Ну, еще одно изречение от третьего штурмана итальянского. Он сказал, что 80% настроения экипажа зависит от повара. И я еще хочу добавить от себя, что самый лучший филиппинский повар... Нет, самый худший наш повар, это самый лучший филиппинский повар. Поэтому наших я уже давно не видел поваров, но по-любому, даже с любым нашим, я бы спокойно бы работал, я думаю, и горя бы не знал. Так просто приходится выживать. Работаешь, потом приходишь, лишь бы себе брюхо чем-то набить, и по вечерам тоже какую-то хреню там запихнул, а потом тебе надо идти на работу. Ну, может, встречаются и другие повара, поэтому у каждого свое мнение. Дай бог, чтобы и повара были хорошие, и экипажа было хорошо, и на повара меньше было всяких отрицательных эмоций. Ну что ж, поехали к нашей статье. Ссылку я, как всегда, оставлю в описании к видео. 6 утра. Судно. Море. Качка. Баки и кастрюли прыгают на плите. Варится овсянка, жарится яичница. 6.30. В кают-компанию приходят подусталые матросы с вахты. Запах моря и свежей рыбы смешивается с ароматом обжигающего кофе. Завтрак. Небритый кок довольно усаживается в углу и блаженно затягивается сигареткой, оглядывая жующих матросов. В юности всех мучает вопрос, с кем стать. Каждый старается выбрать профессию по душе и чтобы платили достойно. Для нашего героя идеальным вариантом оказалось ремесло судового повара, а проще говоря, кока. Свои неполные 22 он уже имеет все, о чем мечтал с детства. Любимое дело, свободу, свежий морской бриз и теплую печку под боком. Да и платил за эту романтику вполне прилично. Банкирам, правда, больше, но наш герой не жалуется, а зависть считает позорной слабостью. Как ты попал на судно? Отучившись 3,5 года в училище и получив на выпускном диплом повара-пекаря, думал, вот и все, я кок. Да не тут-то было. Придя в рыболовецкую компанию с дипломом в руках, я услышал вопрос про опыт работы. А так как у меня его нет, предложили походить к амбузникам, пока не наберусь опыта. И что входило в твои обязанности, какими были первые впечатления? Завтрак, обед, ужин и ночной чай. Вот и все обязанности на первый взгляд. Подъем в 5.30, приготовление завтрака, в 6 утра приходят матросы с ночной вахты, потом надо все быстренько перемыть и убрать, заготовить продукты к обеду и ужину. В первый свой рабочий день я сразу уяснил, что кок на судне – это не повар в ресторане. Качка создает большую опасность в готовке. Одно неловкое движение – и щи оказывается на палубе. Хорошо, если не на тебе. Самый экстрим шторм. Там уже не до супчиков. Хотя для тех, кто был уже не первый год в море, это не проблема. Впечатление. В первые дни не было времени любоваться морскими закатами. Был страх оставить команду голодной. Весь первый рейс так прошел. Сколько длился твой первый рейс? 4 месяца. В принципе, достаточный срок для того, чтобы набраться хоть небольшого опыта. Но почему же небольшого? Если относиться к своей работе ответственно и с душой, то многое тайное становится явным. Уже в следующий рейс я пошел коком. Это большая ответственность – кормить людей. Хорошо кормить уже талант. А что тебя смущает и что нравится в работе? Как и во всякой профессии, в работе кока есть свои прелести и недостатки. Это значит быть постоянно на ногах у плиты или варочного котла. Кипяток, нож, который режет не только хлеб и мясо, но и палец. Сами понимаете, что при такой качке нередко бывает травматизм. Это, пожалуй, единственный недостаток. Достоинств гораздо больше. Я люблю свое дело, обожаю экспериментировать и фантазировать на кухне. Отношусь к готовке с душой. Испортить продукты легко, а вот сделать из простых ингредиентов что-нибудь интересное намного сложнее. Чего стоят мечтательные лица матросов, когда по судну разносится аромат свежеиспеченного хлеба? Прибавьте к этому морскую романтику «Северное сияние» или «Звездное южное небо», и вы поймете меня. Накормить команду на судне – дело непростое. Есть помощники, кроме камбузника. На небольших рыболовецких судах все это делаешь с помощником. А как на больших судах? Крутится, как белка в колесе. А вот на судах дальнего плавания в сухогрузах, поскольку команда большая, все это делается несколькими поварами. Среди них идет распределение блюд, есть шеф-повар, занимающийся вторыми блюдами, и закусками, и контролирующий качество приготовленного продукта. Есть коки первой и второй категории, занимающиеся первыми, вторыми блюдами, салатами, заготовкой полуфабрикатов для дальнейшего их использования. Даже присутствуют стюарты, официанты, которые непосредственно преподносят приготовленные блюда. От себя хочу добавить, ничего такого нет. На больших судах всегда есть один повар и один мэсбой. Ну, максимум, это один раз мне встречались два повара. Один готовил филиппинцам, а один нам. И один мэсбой. Это, может, он упоминает про какие-то пассажирские суда. Ну, так там их поваров, я не знаю, человек 300, наверное, минимум. На вкус и цвет товарищи говорят нет. Вот некоторые не могут есть лук и чеснок, например. Как ты выходишь из подобной ситуации? Люди есть люди, а море это море. Пожелания и претензии принимаются. По возможности я стараюсь внести изменения. Но судно это не пятизвездочный ресторан. А если у кого-нибудь день рождения, ресторанов нет, кок один, возможности приготовить самим, у матросов нет. Но в такой ситуации я, безусловно, иду навстречу. Делаем маленький фуршет, стараюсь приготовить что-нибудь необычное, праздничное. Обязательно пеку торт. Помню, когда первый раз меня попросили подготовить фуршеты и испечь торт. Я сначала очень обрадовался. А потом вспомнил, что мы в плавании уже три месяца, яиц нет, молока нет. В общем, дело все из порошков. Но получилось, пальчики оближешь. Чем занимаешься в свободное время в плавании? Получаю заочное экономическое образование. В нашей стране это никогда не бывает лишним. Время в плавании бывает много. Так что успеваю закончить два курса за год. Кроме того, я же не один на судне. Здесь никогда не бывает скучно. Всегда есть с кем поговорить. Правда, какую бы тему не затронули, все равно в конце концов будем говорить о доме. Ну что ж, еще раз хочу вспомнить двух своих наилучших поваров. Это Витя. Смотрите серию, как я поработал на контейнеровозе. Не помню какой номер. Из цикла морских историй. И Серега. Он фигурирует в 136 сериях. Я его постоянно уговаривал. Я говорю, давай я тебя засниму, как ты работаешь. Ну, по камбу за чуть-чуть походил, по артелкам. Показал, что он там нарезает. Он с собой возил пельменицу, горчицу. Ну, в общем, был такой вдохновленный товарищ. Все его любили. Но в конце концов он решил перейти в машинное отделение. На этом контракте у него не получилось. Хотя я ему написал про мошен. Ну, хотел к одетам, engine к одетам перейти. Сейчас не знаю, где он. Но приятнейшие воспоминания. Просто было замечательно. Никто его не заставлял что-то делать. И потом я помню, даже на других судах думаю, ну, как это вот продукты полные отстоят. Эти американско-европейские. Как из них можно что-то готовить. И он из таких же продуктов все отлично делал. Так что дело не в продуктах, а в кривизне рук. Ну, все, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также подписывайтесь в группу в телеграм-канале, где я освещаю, что со мной происходит новенькая морская жизнь. Все, всем удачи, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»